привет меня зовут михаил с вами капитан америка сегодня я вам покажу свою новую машину но как новую для меня она новая но по факту старенькая что это за машина это у нас rav4 полноприводный на механической коробке передач давно хотел эту машину уже месяцев 5 наверное ну вот пробег у нее 119 тысяч километров проведена машина в японии то есть это японская сборка не американская значит машину это я купил за 3 тысячи 300 долларов так итак я куда собираюсь сегодня сегодня я собираюсь на эксперименты в общем ребят еду я сейчас сан-хосе за валентином и оттуда мы поедем на оффроад трассу которая предназначена специально для любителей внедорожья в общем как для обычных россиян и эта дорога на дачу а здесь эта дорога просто по парку чтобы вы свои полноприводные внедорожники могли испытать это конечно наверное сколько денег стоит может быть 5-10 долларов въезд там должны быть разного рода точнее разного уровня препятствия подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии что нравится что не нравится давайте какие-то вопросы а в общем я пока пока у есть у меня убеждение что я отвечаю все может быть действительно какой-то комментарий пропустил но ни один без ответа не остается пишите в личку добавляйтесь в инстаграм под видео есть ссылка добавляйтесь друзья в контакте в общем давайте знакомиться и быть ближе друг другу подозрительно быстро закончился бензин прям буквально на глазах за несколько минут стрелка перешагнула последнюю вот эту вот риску собственно я уже даже последние несколько метров сомневался доеду я до этой заправки или нет давай здесь как стрелка рванула по поводу бензин уже можно не волноваться конечно так ну что ждем валика здорово проезжали несколько знаков о том что что-то закрыто в этом парке не дай бог закрыт этот трейл за которого мы ехали больше часа сюда мы больше часа я так больше полутора так что ребят прокатились надо искать где объехать да здесь ну вы чтобы наверняка тогда проезжали несколько знаков о том что что-то закрыто в этом парке не дай бог закрыт этот трейл написано вот по этой дороге мы приехали совсем рядом есть другая зависимости от того насколько проходимый у вас автомобиль можно будет экспериментировать ну окей давай искать другой въезд hello hello hi you probably park ranger украшен Мы сейчас закрыли, потому что в городе у нас нет больше ICU бедов. В ICU интенсивный университет, потому что в COVID-19 университет. Поэтому мы не имеем больше больных бедов для COVID-19. И если кто-то из нашего парка болит, мы берем больных бедов от COVID-19. Слышно? Да. Так что в городе университет. Что я могу сказать, ребята? Значит, мы ожидали приключений, вот они наступают. Вот это Park Ranger подсказал нам вариант, как из этой безвыигрышной ситуации выбраться. Там принцип был какой? Что мы сейчас едем до Freeway, потом где-то минут 20 едем и ищем улицу, вот эту дорогу La Gloria, которая представляет из себя дорогу Dirt Road, как он ее назвал. Я вот так смотрю издалека. Роуд-клозет. Там еще какие-то крупнеки. Какие персонажи. Смотри, какие древние транспортные средства. А? Американская глубина. Да. Я уже сначала жил в Индиане. То есть я путешествовал не всегда по там изысканным местам. Иногда были случаи, когда я просто открывал карту, находил где-нибудь в середине леса какую-нибудь отметку, типа национальный заповедник, прокладывал маршрут и ехал. Мы с Валентином проехали этот оффроуд, даже не заметив, так скажем. Была какая-то пара, пара заносиков небольших. Но это так, знаете, как детский сад, короче. Детский сад с штаны на лям. Потом выехали на асфальт и думаю, как, обратно по той же дороге поехать или нет. В итоге посмотрели, можно доехать до океана недолго. И сейчас едем туда, приготовим мясо. Короче, приехали мы непонятно куда. Выглядит красиво. Так, вот там столик, на который мы рассчитывали занят. А этот столик, тебе им нужен именно тут был? Вот этот не подошел бы, да? Не-не, если можно там, лучше там. Но там не обороты. А нам ничего не надо, Паша? Нет, что нет. Ну вот тебе оффрод. Вмеси. И я бы хотел где-то подальше от выхода, чтобы не все спотыкались об нас. Ух ты. Изысканно. О, давай, пошли на ту сторону. А вот здесь у нас готовится сковородка. Сидим мы, короче, готовим стейк с Валентином. А тут море, море приближается. Обратили внимание, наверное, прибой, прилив в смысле. И все ближе и ближе волны оказываются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, покушали. Второй кусочек мяса готовить не будем. Собираемся потихонечку за собой соберем и домой. Собираемся обратно в дорогу. Сейчас я витаминками закинусь. И оленях утром ранним. Ты увидишь, он бескрайний. Так, заканчивается наша поездка. Давай я тебе отдам твой кусок мяса. Нет, так и не волочится. Спасибо тебе за компанию. Спасибо тебе за мясо. Да, будь здоров. А мне еще ехать домой. Полчаса. Доехал я до дома. Получается, израсходовал один полный бак. Это где-то 50 долларов на поездку. Что-то многовато. Надо будет посмотреть расход и заменить сенсор. Из хороших новостей мне понравилось, как работает подвеска. Ничего не болтается, не шумит, не дребезжит. Ну, кроме салона, конечно. Не вышло у нас побездорожить, но что поделать. Что вышло, то вышло. Так, а тем, кто до конца досмотрел, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. С вами был Капитан Америка. Сделаем этот канал вместе. Субтитры сделал DimaTorzok